Шпионские страсти закипели в столице фигуранты-силовики. В СБУ заявили, что агент НАБУ предлагал взятку. В антикоррупционном бюро ответили. ГПУ и служба безопасности сорвали важную спецоперацию. Рассекретили сотрудника под прикрытием, который расследовал коррупцию в миграционной службе. Её руководители тут же дали брифинг, а главы НАБУ и САП пошли разбираться с генпрокурором. Во всём этом разобралась любовь кукла. Информационный взрыв прогремел накануне, поздно вечером. Сотрудники СБУ задержали агента антикоррупционного бюро. Тот якобы пытался дать взятку чиновнице. Её оказалась замглавой госмиграционной службы Дина Пимахова. Он начал предлагать решение вопросов о поддержке незаконной легализации иноземных граждан на территории Украины. Пимахова утверждает, за украинские паспорта якобы для граждан Вьетнама и Ирана ей предлагали взятку. 15 тысяч долларов. Однако она от этих денег отказалась и обратилась в службу безопасности. Те, в свою очередь, задержали агента антикоррупционного бюро. Но есть одно но. В НАБУ сразу заявили, их сотрудник работал под прикрытием, а так называемая взятка была частью спецоперации, которую детективы готовили более полугода. Под руководством САП. Мол, подозревали чиновницу в коррупции. В том, что спецоперация сорвалась, НАБУ обвиняют службу безопасности. Якобы те прослушивали телефоны детективов и слили всю информацию в миграционную службу. Уже сегодня утром с руководителями НАБУ и САП встретился генпрокурор Юрий Луценко. По его словам, чиновница Дина Пимахова далеко не ангел. От взятки отказалась не сразу. За первую услугу для агента НАБУ деньги все-таки взяла. Однако отметил, то, как агент-бюро предлагал средства чиновницам, было чистой воды провокацией. И это, разумеется, противозаконно. На моих глубоких предоказаний, работники государственных правоохранных органов не имеют права пропоновать чиновнику государственному принятие незаконное решение и ожидать, какую сумму он за это назвал. Это чисто провокация. С моей точки зрения, это аморальные и незаконные действия. Думаю, что никто не хотел бы, чтобы в нашей стране месяцами агенты пробовали выдавить через гаилку, секс или наркотики те или иные слова от любого. Это не только моя думка. Это думка, первое, Верховного суду Украины и Европейского суду. Примечательно, что агенты НАБУ, которые якобы работали под прикрытием, по словам генпрокурора, не проходили в бюро конкурс, что вызывает массу вопросов к работе ведомства. Как и то, откуда в СМИ попала утка о семерых задержанных сотрудниках антикоррупционного бюро. Тем не менее, ближе к вечеру пресс-служба НАБУ выложила видео, снятое на скрытую камеру. На нем якобы сотрудница миграционной службы Пимахова предлагает иностранцу прописку в Украине за 30 тысяч долларов. Правда, качество ролика вызывает сомнения. Тем временем в ГПУ заявили, закон нарушил, отвечай. Агенту, который пытался дать взятку чиновницам, сегодня объявят о подозрении. Любовь Кукла, Алексей Шматов, подробности. Телеканал Интер. Продолжение следует...